Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал Королевство Нармеги. Вот, наконец-то, после трех недель разлуки со мной я снова вернулась. Сегодня у меня будет сумбурное видео, немножко обо всем. Но первое, что я хочу сказать, потому что обычно этот момент я в виде упускаю, забывая. Вы уже подписались на мой инстаграм? Если нет, нажимайте на паузу. И сверху вот этот баннер, да, там, где я типа иду по городу Осло, есть иконочка, нажимайте на эту иконку, и вы перейдете сразу на мою страницу в инстаграме. Я не такой уж большой и популярный инстаграмщик, но я публикую фотографии того, чего мне дорого в этой жизни. Это мой муж, это мои цветы и мои три кота. У меня уже появилось три кота. Мы еще взяли одну кошечку, нашу маленькую семью. Маленькая была такая хрупенькая девочка, такая розовенькая, хорошенькая. Сейчас эта девочка весит 5 килограмм, ей еще нет года, рот у нее не закрывается. Я переживаю, что у нее скоро начнется ожирение. Лапки уже давно у нее не беленькие, не розовенькие, а грязные носки. В общем, такая себе королева нашей улицы. Но все равно она хорошенькая и любимая. Второе, что я хочу сказать. Сегодня 8 марта, и я хочу поздравить всех девушек, дам, с этим прекрасным праздником, с праздником весны. И не забывать все-таки первоначальное назначение этого праздника. Сейчас вы скажете, ну вот, живет в Норвегии, а норвежилась, и теперь все-таки феминистка. Но ничего подобное, но женщины воролись за наши права, и я, знаете, все чаще и чаще начинаю думать, боже, как хорошо, что у меня есть право выбора профессии, учебы. Мне никто не указывал, за кого мне выходить замуж, сколько мне рожать детей, или вообще рожать ли мне детей. Сидеть дома, заниматься домашним хозяйством, или все-таки выходить в общество и зарабатывать деньги. Кстати, я в денежном эквиваленте зарабатываю больше, чем мой муж, и это меня очень радует. Он меня попросту поменял работу, хотя и до этого я в денежном эквиваленте зарабатывала чуть-чуть больше. Что я хочу, друзья, сказать? Вы меня простите за мое отсутствие, но вечная проблема – это нехватка времени, потому что это на первом месте у меня сейчас учеба и работа. Много времени у меня уходит на дорогу, потому что это 50 километров от моего дома, и каждое утро и вечер я в общем сложности 100 километров проезжаю в день, и приходя домой уже, знаете, ничего не хочется, надо подготовиться к работе на следующий день, нужно посмотреть, что касается учебы. Сейчас у меня вот экзамен нужно будет письменный написать и сдать в апреле месяце. Вы знаете, я так посмотрела там до 25-го, 0-4-го, я думаю, 0-4-го, так еще времени вагон и тележка, а потом стоп. А сейчас уже 0-3-е, март. Месяц с хвостиком, и этот месяц с хвостиком пролетит как мгновение. Вчера, я помню, мы Рождество праздновали, Новый год, а сейчас он уже март, уже надо куртки весенние доставать. Поэтому я сейчас, конечно, предпочтение отдаю. Это учеба, это работа. Работа требует много сил. Каждый день что-то происходит, какие-то новые изменения. Месяц проработаешь, вроде бы, знаете, все устаканится. Ты уже начинаешь получать удовольствие, получаешь плоды своей работы. И снова надо что-то менять, что-то корректировать. И снова привыкаешь к новой рутине. Это настолько выматывает и раздражает меня в последнее время. Знаете, учителя, которые со мной работают, они меняются. Меняются очень часто. И мне приходится, как бы, свой стиль работы подстроить под их. И, в общем, голова кругом. Но это такое. И поэтому не сильно я вас балую, ребята, видео. То, потерпите немного. Скоро экзамен. Но я, вы знаете, я вот сейчас ищу следующие возможности. И я на следующий год думаю, что продолжу обучение. Мне нравится специальная педагогика. Или, как вот в Украине, больше люди знают, инклюзивная педагогика. Мне это название больше нравится, чем специальное. Мне нравится этот профиль. У меня получается. И я думаю, что я буду дальше уходить вглубь, чтобы, как говорится, до маленьких деталей. Меня там задали вопрос. Один из моих подписчиков меня спросил, что касается коронавируса, друзья. Корона у нас здесь бушует. По норвежским меркам за голову хватаются. Но если сравнить с Украиной или с Юсаней, такие у нас уже и трагические цифры. Вакцинация идет очень медленно. Сейчас впереди очереди. В приоритете поставили Осло, потому что там все закрыто. Там до сих пор локдаун. У нас вроде бы как-то еще, знаете, все функционирует. И торговые центры открыты. И можно в кафе посидеть. То в Осло закрыто все. И в коммуне, где я работаю, там в пятницу тоже гайки прикрутили. Ну, у нас даже вот отменили, можно без масок ходить. Я и без масок хожу, потому что я просто ее потеряла. Когда нас провакцинируют, ну, по новостям нам обещали, ну, вот, мою категорию, в которую я попадаю, где-то апрель-май. Но я была у своего лечащего врача, потому что у меня тут небольшие проблемы со здоровьем, кстати, еще добавились. И чтобы начать мне лечение, мне нужно, как бы, определиться. Или я начинаю лечение, тогда вакцинацию надо отложить. Или вакцину сделать, а потом уже лечение. Но, как бы, там, два доктора у меня и мнение разделились, как вакцина может потом повлиять на последующее мою, скажем так, на лечение, терапию. Поэтому у меня сейчас такая дилемма. Но я говорила со своим лечащим врачом, который рекомендует сначала пройти к курсу лечения, а потом вакцину. И он говорит, ты знаешь, вот такими темпами, как мы вакцинируем, то, возможно, апрель-май месяц 2022 года. Поэтому расслабься, лечись, а потом будет видно. Поэтому я, скорее всего, воспользуюсь его советом. И у меня был вопрос от моего зрителя. Смотрел он где-то там новости у себя дома. И по новостям у себя увидел, что якобы Норвегия скрывает информацию о том, что 23 пожилых человека скончалось от вакцинации. Никто эту информацию не скрывает у нас. По крайней мере, ее можно найти на сайте ФОИ, Folk Health Institute. Это Институт народного здоровья, скажем так, грубо перевела. И там есть эта цифра, 23 пожилых престарелых, в домах престарелых умерли, когда их начали вакцинировать. Ну, какая реакция? Вы же сами понимаете, никаких исследований, ничего нет. И сейчас это как бы живой эксперимент. И когда начали всех вакцинировать, я вам говорила, что там первая барышня, которая получила вакцинацию, ей было 105 лет. Ну, представляете, да, сейчас я буду цинично грубой, да, скажу, что ей на том свете уже прогулы ставят, а она вакцинируется. Ну, пускай меня Господь простит за такое выражение. И, конечно, вакцинацию начали с самых вот уязвимых и пожилых категорий. И некоторые отреагировали негативно. Ну, конечно, пожилые – это здоровье. Это уже не то здоровье, не тот иммунитет. И обратно никаких исследований, никаких экспериментов не проводилось. И никто не знал, как они отреагируют. Ну, отреагировали они негативно, к сожалению. И сейчас я вот на том же сайте читала, что вот таким вот людям в таких критических ситуациях, да, когда здоровье не позволяет, будет индивидуально решать, стоит ли вакцинация, стоит ли вакцинировать людей или нет. Ну, вы сами понимаете, да, или умереть от коронавируса, или умереть от вакцины. В общем, дилемма. И её никто не скрывает. И, конечно, с этим норвежские доктора медицины столкнулись. Но не было такого, что фу-фу-фу, вы что, никому ничего не говорите. По новостям это тоже говорили. Но сейчас я говорю, из-за того, что я работаю, учусь, я прихожу поздно домой, поужинали, я иду работать в свой домашний кабинет. Новости мне некогда сейчас смотреть. По утрам я как раз попадаю в тот период, когда новости уже закончились. И я выхожу тогда, когда новости вот только начинаются. И... Что происходит вокруг меня, я не особо за этим слежу, потому что, ну, не хватает у меня уже на это сил, друзья. Вот так. Я уже тут наговорила на 11 минут и 32 секунды. Поэтому буду я прощаться с вами, потому что пойду я готовить ужин. Ещё раз, девушки, дамы, с 8 марта. Держим мы хвост пистолетом и нос за ветром. Скоро весна. Да, она уже наступила, весна, тепло. Ну, у нас на этой неделе холодно. Уже на прошлой неделе ходила в пиджаке. На этой неделе у нас будет похолодание. Друзья, большое спасибо, что вы со мной, что вы не бросаете канал Королевства Норвегии и переживаете, куда я пропадаю, когда от меня нет видео. Поддержите меня, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Пока вы будете смотреть это видео, я пойду одобрять ваши запросы на мой Инстаграмчик. Друзья, подписка, пальчик вверх, колокольчик. Ну, вы знаете, что нужно делать. Вы не первый день на Ютубе, поэтому процедуру вы все знаете. Всех люблю.